Ребята, всем огромный привет! С вами снова я, Маша, и сегодня мы с вами займемся гимнастикой. Ладно, что гимнастики не будет, но зато мы с вами наконец-таки наведем порядок на вот этих полочках, потому что тут уже полный беспорядок случился. В общем, я заранее без вас протерла все вот эти вот маленькие полочки от пыли, потому что она уже начала на них собираться. И смотрите, выставила всю свою коллекцию Victoria's Secret и Pink, чтобы ее расставить красиво и расставить как-то, чтобы было это не только красиво, но еще и удобно. С этой стороны я расставила только Victoria's Secret. Здесь у меня Pink, а здесь у меня единички. И Pink Victoria's Secret, но то, что не имеет пары. Моя цель сегодня тут навести порядок на полочках и даже немножко на вот этом туалетном столике, потому что, смотрите, мы будем трогать именно вот эти полки. Может быть, что-то поменяем местами, может быть, я не знаю, что тут сделаем. Ну, в общем, как-то это надо расхламить, потому что то, что виднеется вам, то есть то, что стоит на открытых поверхностях, нужно сделать красивым. Так что давайте начинать. Поехали. Также продаю совершенно бесплатно черного мопса, который ест. Который ест просто все кресла в доме. Смотрите, что он навалял из этого кресла и теперь пытается съесть. При этом Бакс хочет поспать, а Фунтик ему не дает. Посмотрите на Максика. Ты моя зайка, ребята. Он вообще сегодня не выспался, хотя мы сегодня с ним в обнимочку спали, потому что нам мешал вот этот вот как раз-таки Чупакебр. Он на нас прыгал всю ночь. И Бакс вообще не выспался. Ну что, давайте начинать сначала. Наверное, в первую очередь я хочу разместить всю Викторию Сигрет и Пинк на полках. Выделить полки. Еще, ребят, смотрите, я на всякий случай взяла вот такие две подставки. Помните, я их покупала? Потому что на них можно как-то круто тоже организовать. Допустим, вот сюда поставить и увеличить пространство на полочках. Сюда, допустим, поставить духи с нашей фотографией. Ну, вы поняли, то есть они как раз-таки помогают организацию сделать более хорошей и более организованной. Начнем мы, пожалуй, с этого стеллажика. И первое, что я хочу сделать, это снять вот эту вот штуку с ободками и заполнить ее ободками, потому что все-таки это оказалось очень удобным. Та-да! Будем тут размещать самые большие и широкие ободки, которые как раз-таки лежат на полочке. Их там не видно. Некоторые ободки у меня опять в машине. Хоть мы убирались в машине, там опять нужна угорка. Вот тоже вот такой вот есть, смотрите, как раз-таки. Ну, там у меня уже ободки валяются. Смотри, как красиво, да? И все, походу, вот здесь вот если... Ой, он не будет держаться. Вообще-то какая-то бесполезная вещь, на самом деле. Вот эта вот штука. Может, вот эта получится сделать вот так? Главное, чтобы она не спадывала. Ну, в принципе, выли даже прилично. Получилось уместить раз, два, три, четыре, пять ободков всего лишь. Эту штуку мы убираем обратно. Где я в итоге буду стоять ободки, я пока не знаю. Поэтому оставлюсь здесь. Я молодец. Окей, у меня здесь раньше стояла Victoria's Secret, а на этом столаже у меня стоял пинг. Поскольку у меня сейчас еще Victoria's Secret добавилось, и скоро, я надеюсь... Кстати, Victoria's Secret закрыли. Мы успели с вами сделать заказ. И они написали то, что они все заказы обработают, которые были сделаны до 9 марта. Так что, надеюсь, мой заказ приедет. В общем, тут Victoria's Secret был тут пинг. Скорее всего, я так и оставлю на данный момент. И начнем мы с этой полочки. Здесь мне нравилось то, что стоит Victoria's Secret. Хочу ставить все по коллекциям. Здесь хочу поставить вот эту коллекцию, которая имеет вот такое вот ребристое покрытие с блестками. Ребята, кто знает, как она правильно называется? Напишите просто в комментариях. Смотрите. Я еще буду все немножко протирать от пыли, так сказать, смахивать. Потому что она пока стоялась, немножко запылилась. Первое, что мы берем, это вот эти вот фиолетовенькие. И ставим сюда, потому что это самый темный здесь. Далее, наверное, идет вот этот сиреневый. Или он темнее, Зай. Он темнее по цвету? Он посветлее, да? Я хочу по цвету прям ставить, чтобы было красиво. Так красиво. Следующий будет вот этот розовенький. Тут немножко пыль протрем. Ой, получается прям отпадно. Мне очень нравится. И последнее из этой коллекции. Зеленый оттенок вот такой вот тоже сверху протираем. По-моему, получилось очень даже симпатичненько. Если что-то вдруг потом пойдет не так, и вдруг откуда-то у меня появится Victoria's Secret. Я думаю, она ниоткуда не появится. Но вдруг места не будет хватать. Давайте посмотрим, возможно ли мисс поставить на эту... Боже, это так круто! Скажи, это так круто! У меня есть таких штук несколько, наверное, штук 5-6 точно есть таких специальных пьедесталов. Но это клево. То есть, возможно, потом мы даже поменяем с вами место расположения на вот это. О, они все... Они влезают, но не идеально. То есть вот так вот. Ладно, пока я так делать не буду, но если что, имейте в виду, это возможно сделать. Почему я мисс ставлю первым? Потому что я иногда не пользуюсь лосьоном, а мистом приду, побрызгаюсь, немножко подниму себя настроение и уйду. И когда он будет стоять за лосьоном, мне кажется, будет не очень удобно, согласитесь. Следующая полочка с мистами, которая у меня была, это, по-моему, вот это. Или вот это. Ну, в общем, мишка Тейди вот этот и вот эти вот палеточки у меня стояли внизу. Я их пока что сюда наверх подняла. Поэтому не знаю, буду я ли сюда оставлять это все или нет. Предлагаю занять пока что вот эту полку точно Victoria's Secret, потому что здесь удобно. Давайте выберем самые черные. Вот, у меня есть вот такая вот коллекция. Вот, смотрите, черный лосьон с розой и к нему идет такой вот черный мист. Из этой же серии как раз-таки вот эта вот черная упаковка с жасмином и к нему вот такой мистик. Вот это тоже из этой же серии с лилией и мист к нему. И также из этой серии 100% вот этот вот с лотусом. Аромат. Да, прикольно, кстати, вообще классно смотрится. Их мы поставим вот на эту полку. От самого темного, самый темный, это, наверное, с жасмином, к самому светлому. Так, поставили. Дальше у нас, наверное, лилия. Следующая это роза. Идеально. Лотус. Готово. На эту полочку я хочу поставить свои самые, наверное, любимые ароматы на данный момент от Victoria's Secret. Да, мне кажется, это будет логично. На данный момент мне очень нравится вот этот новый аромат. Я сегодня как раз-таки побрызгалась с кокосом. Его я поставлю вот сюда. Да, у меня тут стоит, смотрите, какие бабочки прикольные. Помните мы их... Ой, а что он протек? А что он течет? Какого фига? Я не поняла. Это сейчас на вес золота просто, ребята. Почему он потек? И вот отсюда, главное, вытекает. Это очень странно. Я лосьоном вообще не пользовалась. То есть я как его вместе с вами затестировала? Все. Я его вообще не трогала. Надеюсь. Не сильно много вытекло. В общем, сюда поставим кокосик. Следующее, что мне здесь очень нравится. Ну, наверное... Ну, вот классику. Давай сначала классику. Отставлю вот эта классика. И вот эта вроде классика. Но это не точно. Это вроде не очень классика. Ладно, давайте реально мой любимый. Вот этот очень люблю аромат. La creme velvete pedale. И вот этот аромат мне тоже очень нравится. В общем-то, как-то так. Какой здесь четвертый появится, я пока не знаю. И сейчас выявила для себя еще одну определенную коллекцию. Смотрите. Это вот эти вот ароматы. Это vanilla dust. Дальше. Это вот этот аромат autumn blossom. У них, как бы видите, одинаковое оформление. Идут такие всякие золотые цветочки, травы. Четвертый аромат. Это radiant berry. Тоже в таком же стиле. Вернее, это третий. А вот это четвертый. С медом. Мне, кстати, вот этот очень нравится. И сюда. У меня есть вариант поставить вот эту Victoria's Secret. Зеленую. Либо вот этот кокосик. Но, честно говоря, кокос я люблю больше. Поэтому я его здесь поставлю. То есть, это полка с моими любимыми мистами и лосьонами. Теперь узнаете, какие мне сейчас нравятся больше всего. Именно от Victoria's Secret. Аккуратненько вот так расставим. Прикольно. В середине как раз все такое розовенькое. А по бокам голубое и желтое. Ну, вроде смотрится нормально. Как вам? Напишите в комментариях. Вот эти такие красивые стоять будут, походу, в самом низу. Нет. Мы так не будем делать. В самом низу, вот здесь этот угол самый непросматриваемый. Я поставлю единички. Единички у меня следующие. Это нет. Вот это. Вот это. Вот это. Кстати, вот этот мне нравится. Ходи Эржеланд с соленым океаном, соленым песком. Мне реально нравится вот эта единичка. А вот это, смотрите, я решила как бы объединить. Вельвет-петаль. Тут не вельвет-петаль. Но смотрится, как будто из одной серии. Возможно, я это объединю, скорее всего. А единички вот эти мы спускаем пока что вниз. Хопа. Вот так вот. Хопа. 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 Теперь я беру как раз таки вот этот вот лосьон и вот этот спрей и ставлю его туда. По простой причине того, что это все-таки единичка. А вот этот спрей, которым я сейчас стараюсь не пользоваться, потому что он заканчивается. И, ну, возможно, я больше никогда и не куплю. Поэтому ставим его тоже сюда. Готово. Тут есть, если что, еще одно свободное местечко. Теперь давайте от этого стеллажика перейдем к тому и начнем там что-то выстраивать, потому что тут пока непонятно уже, что происходит. У меня всегда стояли мои мисты. Целый месяц они здесь стояли на этих полочках. Тут стоял пинг, а тут стояли единички. Так, что? Сюда я верну пинг. Вот этот сюда. Golden Honey. Вот это мой, кстати, любимый аромат с мармеладными мишками. Вот это сюда. Сюда. Идеально получается. Вот это вот сюда. Готово. Что у нас остается? У нас остается 4 Victoria's Secret из одной серии. Одна зеленая Victoria's Secret и две пинки. Пинки две. Наверное, на нижнюю полку, вот на эту, я поставлю вот этот пинг. Хопа. Хопа. И вот этот. И вот эту, ребята, Victoria's Secret. Надеюсь, им нормально вместе стоять. Они друг на друга давить не будут. Все, готово. Теперь у нас будет глобальное переселение кистей. Я хочу кисточки, вернее, стаканы с ними отсюда убрать. Да-да-да. И сюда как раз-таки поставим вот этот вот набор. Самый темный здесь вот этот. Потом вот этот идет. Или вот так вот, наверное, лучше будет, красивее. Вот в таком формате мы поставим. Готово. Ура! Кстати, смотрите, как у меня здесь хорошо тусуются мои парички. Я ведь еще заказала парики. Я не должна, я надеюсь, скоро прийти. У меня вообще какие-то глобальные проблемы с сейн. У таможни много ко мне вопросов. Спрашивают, зачем я столько всего заказала. Они думают, видимо, что я уже занимаюсь перепродажей. Когда ты занимаешься перепродажей, ты же должен платить налоги. И у тебя должны быть какие-то там специальные разрешения. Но я вообще ничего не перепродаю. Я все заставляю себе. Я коллекционер-барахольщик. Поэтому вот еще вам футик показывает остальные мои парики. Я взяла вот этот стол из ванной. Помните, он там раньше стоял у батареи? И поставила его здесь. Он очень сильно шатается. Мы вроде подкрутили. Я на нем поставила вот самое легкое, что могла. Это парики. И в принципе смотрится норм. Как вам? Напишите. Теперь давайте оформлять вот эту полочку. Вот эту мы пока что убираем. И как видите, я не зря принесла подставки. У меня сразу была мысль поставить здесь подставку. Я проверила, что на нее можно поставить кисти. Вот. Можно. Красота какая получается. А снизу ставлю золотых. Вау! Смотрите, как организовано получилось. Это очень клево. И вроде даже вот в этих золотых стаканчиках тоже можно входит. Я переживала, что по высоте не подойдет. Но вроде бы все подошло. И даже не видно эту подставку. По сути, тут можно еще много всего доставить. Вот у меня единственный вопрос, куда поставить вот эту штуку. Она некрасивая. Здесь хранятся вот такие ватные палочки. И она реально не очень симпатичная. Ладно, пока будешь поставить на столе. Потом, может быть, куда-нибудь ее преобразуем. Далее. У меня есть вот такой органайзер. Я его тоже купила на шейн. И так ему не нашла применение. На самом деле у него очень много отсеков. И я думала попробовать сложить палетки отсюда. В этот органайзер и поставить куда-нибудь. А сюда, в стол, положить, допустим, вот эти красивые палетки. Ну, попробуем. Давайте. Может, будет так лучше. Не факт, что я так реально сделаю. Но мы хотя бы посмотрим, как это будет смотреться. Интересно, а три влезет. О, и три влезает. Представляете? То есть, вот в этот органайзер влезло. Раз, два, три, четыре, пять. Штука. Вот эта разваливается, конечно, вся. Вот эта что-то открылась. И еще здесь у меня есть палетка, которую я нашла в потерянных посылках. Я и так ни разу не воспользовалась. Не знаю почему. Потому что, наверное, все такое темное. И я точно... О, она вошла. Прикольно. А тут есть еще палетки какие-нибудь? Нет. Все, больше нету. Куда бы мне ее зафигачить? Давайте попробуем поставить вот сюда. Мне главное, чтобы палетки все равно были где-то вблизи меня. То есть, если я сижу за столом. Такая сижу, чтобы я могла дотянуться рукой. Чтобы не вставать. Потому что, если она выставать, мне будет уже лень. Поэтому, в принципе, вот размещая ее здесь, я надеюсь, мне будет удобно. И знаете, о чем я пожалела? Я пожалела все-таки о том, что я не взяла вот этот вот органайзер в розовом цвете. Потому что черный у меня здесь очень сильно выделяется. Прозрачное, что-то розовое смотрится очень как надо. А вот черный прям выделяется. Поэтому, возможно, я когда закажу розовый, этот подарю тебе на стол. Как ты думаешь? Идем дальше. Я беру вот этот вот палетка. Самую красивую ставлю вперед. А вот эти маленькие ставлю назад. Получается прям прикольно, на самом деле. И так же удобно ими пользоваться. То есть, теперь мне мешается вот этот органайзер. Он мне пока, вернее, не нужен. Не мешается. Мы его поставим сюда. И тут надо, наверное, потерять. Это просто эффект неважный. И теперь давайте мои самые дорогие и красивые палетки положим здесь. Даже вот. Вау! Вот так вот сделала вообще красиво. И книжка. Кстати, вот этой палеткой я вчера делала макияж. Сейчас покажу. Ну, я причем это делала очень быстро, ребята. Это лучший тень в моей жизни. Они так хорошо тушуются. Я брала вот этот цвет, вот этот и вот эти два. То есть, это в уголок как потемнее, хотя он светлый. Это типа как хайлайтер. Это было просто бесподобно. Я не представляю, что можно сделать. Сейчас время и все вот эти оттенки надо как-нибудь попробовать. Потому что, реально, она божественная. Я обожаю Джо Фристора. Мне красиво. Реально некрасиво. Ну, может, что-нибудь тут намутим? Ну, лучше этого. Ну, сейчас мы намутим. Че ты? Че ты начинаешь-то? Ну, вот эта книжка такая большая. Капец. Ладно, давай от этого отойдем. Будем смотреть, что я дальше хотела сделать. Следующее, что мне нужно сделать, это все ободки преобразовать. То есть, вот эти ободки мы добавляем к вот этим ободкам. Нормально, да, смотрится? В принципе, если вот сейчас вам чуть-чуть отойти подальше, вы увидите, как это со стороны смотрится. А со стороны это реально круто, ребят, смотрится. Посмотрите. Вы слишком далеко ушли, ребят. Вы слишком ушли далеко. У меня здесь еще ободки хранятся, но они сейчас как раз-таки где-то по квартире, по дому ходят. Что у нас остается из того, что мне не нравится? Ну, здесь вот мы сейчас все порешаем. Свободных полок у нас есть одна. Вот она. Следовательно, туда можно что-то поставить. Следовательно, я туда поставлю свою Blood Sugar. Почему Blood Sugar сделали так, что я вот на эти штуки должна ставить, чтобы был Blood Sugar? Интересный формат. Я знаешь, как сделаю? Так вот ставлю. Так вот возьму ее, короче. Вот так вот. Смотрите, смотрите, учитесь. Возьму книжку. И вот так вот. Она еще не входит, что ли? Ребят, не учитесь. Ну да, так лучше, ладно. Эта штука сегодня нам не пригодилась. Но с другой стороны ее можно поставить вот сюда. Когда купил какую-то вещь и пытаешь... А, это когда купил какую-то ненужную хрень фикс-прайс и пытаешься доказать мужу, что она тебе нужна. И что это экстренно необходимая вещь вообще в доме. Смотри, смотри. Вот так вот ставлю. Да, смотрится не очень. Но зато как она вот здесь себя показала, как красиво. То есть вот к этой штуке нужно привыкнуть и понять, как она работает тебе во благо. Тогда я здесь оставляю палетки. Здесь оставлю вот так вот духи. А здесь нашу рамку с фотографией. Она уже там что-то как-то поехала куда-то. Это фотография, поэтому надо будет ее поменять. Также мой любимый мишка Тедди пойдет, наверное, к моему любимому Джеффри Старус. Смотри, красиво как получилось, да? Я вообще композинщица. Композитерша. Вот эту штуку попробуем поставить вот сюда, но у нас не получится это сделать. Она не ставится. Следовательно, смотрите, у нас остается целый шкаф. Я не знаю, как так получилось. Я ничего не выкинула, ничего никуда не убрала, место освободилось. И попробуем из этого сделать что-то симпатичное. Моя тушь, которую я теперь вообще не знаю, когда буду использовать. Знаете, сколько она сейчас стоит? Она стоит сейчас 3 тысячи. Я ее из 2700 купила. В общем... Господи, боже мой. Ты мне все равно будешь говорить? Да, я рада. Знаете, сколько кисточки стоили? 500. А я... Сейчас, знаете, сколько стоит? Полторы. Да, да, да. Это я, это я, это я. Ой, смотри, симпатично получается. Положу сюда зеркало. Кстати, я ведь нашла зеркало Джеффри Старра. Знаете где? На Яндекс Маркете за 4 тысячи рублей. Там еще можно за 2 с половиной найти бракованное. Представляете, треснутое зеркало продают. Я вообще в шоке. Ты меняешь его и все. Да, конечно. В общем, можно взять за 4 тысячи. Я вот думаю, хочу я его или нет. Это реально очень дорого. Вот, у меня есть фикс прай за 150 рублей. Нормально. А что это такое вообще? А, это от Мишки отклеилось. Окей, в принципе, получилось симпатично. Теперь давайте смотреть, что у нас в этом ящике. Тут, на самом деле, я просто все напихала. Это вот нам подарили какие-то пробники. В принципе, Дольчика Бана смотрится симпатично. А это что такое? Это румяна, представляете? Это пробник румяна. Первый раз такое увидела. Вот полоски от жира можно куда-нибудь убрать. Это средства для бровей. Это, по-моему, вообще база. То есть, это все из потерянных посылок. Я все, что косметику находила в потерянных посылках, просто еще так питала. Контуринг. Блески надо убрать. Все сюда подходит. Что у нас тут еще? Это очень классный бальзам для кубчика. Я его здесь оставляю. Смотрится симпатично. Блин, вообще какой-то мусор. Какой кошмар. Блеск тоже надо убрать с перцем. Давайте теперь вот это все уберем. Я уже не помню, где тут что-то стоит. Так, тут румяна. Вот, контуринг у нас лежит здесь, поэтому мы его складываем вот сюда. Хайлайтеров у нас нету. Тоже. Кстати, база по тени, я думала, хорошо. У меня потому что нету запасов баз под тени. Я думаю, ей тут будет хорошо, на самом деле, со всякими консилерами. Положу ее отдельно, потому что тут у меня только консилеры и всякие пудры и так далее. Теперь все, что для бровей, мы должны спуститься вниз. Насколько сильно вопрос? Вот настолько. И жирные салфетки. На самом деле, у меня целый запас теперь жирных салфеток вот здесь. Это все из потерянных посылок, потому что я не знаю, ребята, куда деть. Вот, тут еще косметолог, сейчас все уберем. Как говорится, уборочка по полной. Хотя бы такая, чтобы привести все в красоту. Это, по-моему, тени какие-то? Да, это жидкие матовые тени. Это у нас масло-бальзам. Что это такое? Это помада-карандаш. Вот я знала, где скульптор лежит. Вот скульптор вот такой находила. От Люкс Визаж. Давайте определимся, куда я буду складывать салфетки матирующие. Логично, наверное, там есть всякие тональники. В общем, где место будет, туда и положим. А вот здесь место отличное, ребята. Здесь все для бровей и матирующие салфетки будут лежать. Тебе как? Четко. Я тоже думаю, четко. И место не пропадает, и выглядит вроде аккуратно. Главное не забыть, где они лежат. И вопрос. У меня так и не лежат нигде жидкие матовые тени вроде бы. Сейчас надо посмотреть. Я ими вообще не пользуюсь. Более того, я даже не умею, мне кажется, матовыми тенями. Ну, в смысле, жидкими тенями пользоваться. Так, у меня тут тени. Тени. Тут, наверное. Вот. Все. Найдено жидкие матовые тени. Вот это сюда складываем. И еще, ребята, вот здесь вот я нашла самозванца. Видите, отдельно положила. Положила. Тоже тень. Вот сюда складываем. Теперь распределяем масло для губ. Оно у нас чуть пониже. Тут всякие бальзамчики. Ну, непонятно. Я вот сюда поставлю. Что тут место пустует? И вот такой вот карандаш поставлю. Надо его поправить. Он какой-то китайский. Вообще, чуть ли не саллик, мне кажется. Смотри-ка, что лучше стало, да? Давайте смотреть, что нам еще здесь не нравится. В принципе, этот стеллаж мы организовали. Теперь Викторию Сикрест, кстати, можно открыть. Главное, чтобы ничего не выпало. Во! Как в магазине. Ой, смотрите. Как так? Кто это тут сделал? Поставим вот так вот. Опа! Они-то выпадают. Ну что, не получится, что ли? О, давай побрызгаемся. Будет стоять как экспонат. По-моему, красиво, да? Или вот так лучше? Нет. Вот так определенно. Выглядит колхозно, конечно. Почему? Ну, не очень согласна. Ну все, тогда закрыли. Я вот думаю, смотрите, сумочку я тут так красиво пристроила розовую. Думаешь, ее наверх поднять? Она прикрывает маршрутизатор вот этот вот. И еще руки у меня стояли раньше на стеллаже. Там, где сейчас стоят кисти. Я когда убиралась, их сразу сюда убрала, потому что они там очень сильно загромождали. И все. И по идее там кольца. А бижутерия у меня все здесь. И я решила бижутерию здесь еще оставить. Ну, и руки с кольцами тоже поставила сюда. Мне еще нужно с вами уборку в кольцах провести. Но я думаю, надо отдельное видео снимать, чтобы там не было такого сумбура, винегрета. Поэтому пока что бижутерию оставляю здесь. И мне очень нравится, как сочетается вот этот мишка такой зеленый. Он такой клевый, с этой розовой сумкой. Ну, прям класс. Смотрите, ребята, я притащила еще косметику из потерянных посылок. Здесь у нас такой вот бальзам, тональник и кушон, который я все хочу протестировать. Надеюсь, в ближайшее время протестирую. Мы сейчас их должны убрать. Но я вам сначала покажу вот это. Все-таки я нашла применение для этой подставки. Смотрите, я передвинула сюда свою копилку. Она реально большая. И там она такая тяжелая. Там столько денег. Среда шестерсотка торчит. Я люблю собирать мелочь. Меня это прикалывает. Там написано, что это сохранение на дождливый день. Так что, может, осенью с вас используюсь. Ну, и вот, собственно говоря, подставка. На ней стоит сумочка. То есть, еще больше прикрывается маршрутизатор. И стоит мишка. Я думаю, здесь можно было бы еще что-то красивое поставить. Может, я потом что-нибудь найду красивое и как поставлю. Но небольшое. По сути, можно взять вот эти вот губы, допустим, или какое-нибудь растение. Ну, все. Ну, все. Он захламил, а весь пространство. Как и надо. Успех, успех. Ребята, я вам говорю. Да, мне нравится. Да, еще ничего кинуть туда бы. Да, красиво. Скажите, красиво. Вот так. Вообще красиво. Прямо Пинтерест. Да, вообще. Или картинка, продающая на Шейн. Потому что они вообще как будто все с Пинтереста слизывают. Я постаралась. Я молодец. Хотела сказать, что я просто молодец. Теперь давайте вот эти вещи убирать. Я обещала вам посмотреть этот кушон. Но я надеюсь, в скором времени соберусь реально снимать видео. Что-то с потерянными посылками. Типа, у меня их в реальной жизни. Мне со мной многие товары интересны. Я хочу вам показать все в одном ролике. Я просто ищу, где у меня тональные средства лежат. Вот они. Оно, наверное, сюда и не поместится. Ой, закрывается как хорошо. Идеально. Да. Нужно тут все как пододвинуть. Из-за того, что я постоянно открываю-закрываю, они, видите, ездят. Надеюсь, в этом ничего страшного нет. Это вот еще такой тональник. Кстати, обострела буржуа тональник. Все 100-900 рублей. Я просто в шоке. Набираем блеск. Не знаю, доставать его из коробки. Нет. Может быть, я в коробке так и оставлю его вот здесь. Чтоб я сразу знала, что он новый. Все, готово. Хотите оказаться внутри фунтика? СМР. 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 Покажу в итоге, что у нас вот здесь получилось. Смотрите. Прям реально расхламили. У меня тут вообще не получается идеальную красоту навести. Всегда какой-то хлам лежит. Ну, ладно, пусть лежит. Не будем ему как бы сопереживать, сотрудничать. Не будем с ним сопротивляться. Сейчас слова перебрала. Тут реально намного места больше стало. Это очень клево. Можно еще что-нибудь купить, допустим. Почему нет? Не идеально красивое. Тут что-нибудь новое, на самом деле, положила. Может, мы потом с вами что-нибудь там намутим, навертим, как-то по-другому сложим. Самое классное, я считаю, это вот эти вот замечательные полочки. Они стали сейчас более организованные, более симпатичные. Виктория Сикрет стоит вся на своих местах. И я думаю, мне будет удобненько. И эта полка тоже очень классная. Тут тоже все на свои места встало, как будто так и надо было. Горжусь больше всего этим и этим. Это вообще какой-то отдельный вид искусства, как красиво получилось. И наверху-то уже, боже, какие красивые ободки. Ну, а на этом это видео подошло к концу. Обязательно его лайкайте, потому что для меня сейчас, как никогда, нужна ваша поддержка. Я очень рада, что вам нравится, что я снимаю сейчас ролики, как бы, несмотря на все. Что я вам поднимаю настроение. А реально на ютубе прям нечего смотреть. Я сама захожу и смотрю российские мелодрамы. Всех вас очень люблю. Увидимся в новых роликах. Ставьте лайк, чтобы я быстрее еще что-нибудь разобрала, прибрала вместе с вами. Пока. Сейчас подождите, не уходите. Он тоже хочет сказать пока. Пока, ребят. Я что-то с вами вообще не поболтала сегодня. Я вас так люблю.